Привет, меня зовут Артем. Я разработчик интерфейсов в Урбике. И моя тема доклада — это DECGL, как с ним работать и в каких случаях его полезно использовать. DECGL — это библиотека визуализации данных, основанная на WebGL и разрабатываемой на компании Uber. Разработка ведется параллельно с библиотекой LumaGL. Это либо упрощает работу с WebGL и имеет набор готовых 3D-примитивов, шейдеров и всевозможных утилит, которые нам упрощают работу. Какие преимущества нам дает DECGL? Это высокоточное вычисление на GPU, обработка больших объемов данных и быстрая отрисовка, готовый набор слоев для визуализации, легко создавать новые слои и настраивать существующие, а также хорошая интеграция с React и Mabox GL. Чуть более подробнее про интеграцию с DECGL, с Mabox. Еще до версии 0.50 это выглядело примерно так. DECGL отрисовывался на отдельном канвасе и Mabox на своем. И потом просто в доме они композировались и получалось очень красивое наложение. И выглядело это примерно вот так. То есть вот у нас снизу подложка с Mabox и с экструдой Mabox сверху точки и, допустим, арки от DECGL. И как мы видим, просто это картинка поверх картинки получалась. И это было не круто для каких-то интересных визуализаций. Но с версии 0.50 Mabox GL.js выпустил Custom Layers. И это позволило DECGL интегрироваться прямо в Mabox. И теперь мы можем управлять порядком слоев DECGL в Mabox. Выглядит примерно вот так это все. То есть теперь у нас точки могут перекрываться 3D домиками и так далее. Все зависит, какой порядок вы слоев укажете. Чуть подробнее про слои. Mabox, в принципе, покрывает большую часть задач. У Mabox есть Circle Layer, Fill, Line, Symbol. Символ, который для отрисовки текста и каких-либо иконок. У DECGL есть подобные же слои. Это Scatterflot, Polygon и Line. Основное отличие DECGL слоя с точками это в том, что размер точек указывается в метрах у Mabox, а в пикселях, в радиус точек. И также мы прибегаем чаще к точкам Mabox, когда нам нужно более качественно застилить, более красиво. Дизайнеры иногда просят, если есть возможность, все-таки на Mabox отрисовать точки. Но если нужно очень много данных отрисовать, мы прибегаем к DECGL. Но у DECGL самый интересный — это вот эти лейеры. Я про них сейчас отдельно расскажу. Arc Layer позволяет строить дуги между двумя координатами. Также можно передать два цвета, и дуга будет плавно перетекать с одного цвета в другой. Также можно менять ширину дуги. И можно строить всякие интересные такие вот визуализации. Слой с гексами. Очень интересная штука, потому что она позволяет нам строить гексовую сетку по сути на лету. То есть раньше, допустим, нам приходилось заранее рассчитывать, ее строить геометрию, передавать на фронт в виде полигонов. А теперь можно просто передать набор данных, указать, по какому параметру мы будем считать эту сетку, настроить размер и отрисовать подобную картинку. Также там можно даже анимировать. Screen Grid Layer. Интересный слой тем, что он очень быстро агрегирует данные, и агрегация происходит на видеокарте, на GPU. Отличие от слоя с гексами в том, что сетка строится именно по экрану монитора, а не по географических координатам, не по геометрии. И Trips Layer, это как раз, который мы видим на первом слайде, он позволяет нам динамически отрисовывать линии, классно анимировать всевозможные перемещения объектов. И мой любимый слой — это Mesh Layer. Он позволяет нам интегрировать 3D-модели прямо на карту. Это вот мой первый эксперимент был с 3D-домиком. Модельки можно загружать в формате Ops, и текстура — это любая картинка. Производительность. Мы прибегаем к DGL, когда нам нужно отрисовать или очень большой объем данных, при котором Abox не справляется, или какой-то интересный слой применить, типа Arc Layer, 3D-модели и так далее. Я сделал небольшой пример, который показывает именно насчет производительности DGL, как это выглядит. То есть здесь у нас слева Mabox GLGS, справа DGL. Это одно React-приложение, и здесь каждый кадр будет генерироваться новые точки и одновременно передаваться в два слоя, грубо говоря. Сейчас начнем. Пока 200 точек, и примерно до 2000 будет примерно все одинаково работать. Но когда мы приблизимся… Так, вот сверху, если что, количество точек есть. Когда мы сейчас приблизимся к 5000, мы увидим, как Mabox начнет проседать в скорости отрисовки. Уже на 2000 видно. Сейчас поехали дальше. И вот уже 5000 точек, и Mabox уже не справляется. А DGL также бодро отрисовывает эти точки. 10 тысяч. Дальше уже, конечно, могут быть лаги при генерации точек, но это уже другая ситуация. Также хотелось рассказать про отличия в работе со слоями Mabox и DGL. Они отличаются. И отличается также подключение этих слоев. Подключение слоев в Mabox. Для подключения нам нужно, допустим, взять рандомные точки. Это у нас обычный будет GeoGeson объект. Передать его, когда карта загрузится в source. И подключаем слой. И в виде джессона передаем информацию о слое. Подключение в DGL. Нам нужно экспортировать Mabox Layer для интеграции с Mabox. Берем, допустим, слой с точками в DGL. Рандомные точки. И для подключения нам нужно создать инстанс класса Mabox Layer, передать в type туда наш слой. И описываем просто пропсами параметры и данные, и параметры слоя. Мы просто перечисляем здесь. И подключаем как обычный слой add layer и передаем наш класс туда. Также отличаются методы работы со слоями. У Mabox есть стандартные методы. Это setPaintProperty для установки цвета и всевозможных параметров layoutProperty, где мы можем отключать-включать слой, добавлять текст и так далее. SetFilter есть. И для обновления source нам нужно доставать из Mabox source и сетить туда новые данные. Методы работы со слоями DuckJale. Вот мы создаем новый слой, и у нас есть всего лишь один метод. Это setProps. И с помощью него мы управляем и стилями, и устанавливаем туда данные. То есть все происходит через setProps. Также хотелось рассказать про такую вещь у DuckJale, как composite layer. Это класс, который позволяет нам комбинировать несколько слоев в один, а также может туда записывать собственную логику. К примеру, можно создать слой, который будет классеризовать или еще какие-то операции делать с пропсами, которые приходят в этот слой. Я набросал небольшой пример, который объединяет три DuckJale слоя в один. И сейчас мы его рассмотрим. Кода немного, но сейчас я подробнее расскажу про него. Для начала мы экспортируем composite layer, экспортируем два наших слоя, которые будем отрисовывать. Это слой с точками и арки. И дальше нам нужно создать extend от класса composite layer, у которого есть метод renderLayers. И, собственно, он нам будет производить отрисовку. Я здесь создаю три дополнительных пропса для нашего нового слоя. Это шовпоинт, чтобы показывать, не показывать точки, радиус и цвет точек. И далее мы подключаем первый слой, возвращаем его. Это, допустим, scatterplot layer. Передаю туда мои новые пропсы и данные, которые придут с основного слоя. Также второй слой для отрисовки точек, допустим, окончания дуги, то есть getPositionFrom и getPositionTo. У нас будет две отдельных точки у арки. И подключаем слой с арками. И в итоге мы можем отрисовать… А, и в итоге для подключения нам нужно экспортировать наш вновь созданный слой и подключаем как обычный слой, передавая в type этот инстант слоя. Вот. Добавляем наших три параметра дополнительных. Остальные параметры так же, как у arc layer передаются. И если у вас будет использовать другие слои, это просто в документации смотрим, что он принимает, и можно туда передавать эти параметры. И в итоге у нас получается примерно вот такая картинка. Вот. У нас один слой, который сразу отрисовывает комбинацию из трех слоев. Это все, что я хотел рассказать про DECGL. Все экзамплы есть по ссылкам и с модельками, и с трипсами, и с производительностью. Спасибо. А теперь тебе будет тяжело. У нас осталась последняя прикольная штучка, которую мы сейчас разыграем в качестве сайт активности к вашим вопросам. Поэтому запоминай, какой тебе больше всего понравится. Скажи, пожалуйста, а что мешает Mapbox GL.js так же быстро отрисовывать, как и DECGL. В чем будет DECGL? Там, насколько я помню, сложность в обработке этих точек. То есть он там их режет на тайлы, как-то оптимизирует их, а DECGL просто тупо через видеокарту выдает эти точки на экран. Примерно так это. Поэтому разница в скорости отрисовки. Коллеги, еще вопросы? Вопросы, 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 вопросы. Прошу. В мобокском слое для полигона нельзя регулировать толщину границы. А в DECGL есть такая оптимизация? Именно полигоны плоские, да? Да. И почему этого нет? Ну, я читал высшую, что там писали что-то такое, что WebGL это не поддерживает. Если честно, я не помню, что мне приходилось когда делать такой отлайн. Я знаю точно отличие мобоксовского слоя экструдов полигона в том, что у DECGL можно отрисовать каркас по сути полигона по границам. А именно отлайн, честно скажу, не припомню. Возможно, есть, но я боюсь соврать. Говорят, есть. Прошу вас. У меня вопрос по Мишу. Вы попробовали обж добавить, да? Да. И как вам этот эксперимент? И хотите ли вы продолжать? И есть ли там другие типы данных не обж? Скоро будет версия 7.0. Она уже бета третья. Альфа было где-то, наверное, два месяца. А может и дольше. И они там… Еще один формат данных GLTF. GLTF, да. GLTF формат еще добавляют. И вот я его тоже жду. И мы экспериментировали дальше с форматом OPCH. пробовали загружать по бибоксу этот модель. Потому что, допустим, нужно очень много моделей отрисовать на карте. Мы же не загрузим их все кучей на клиент. Мы пробовали только эксперимент, как, допустим, отрисовка модели только по видимой области. И мы создавали как раз композит лейер, который мог свечить модельку, подключить текстурку, и когда она уходит, она отмонтируется. Все это удаляется с памяти, чтобы не забивать, грубо говоря, карту. Коллеги, еще вопросы раз. Еще вопросы два. И аплодисменты спикеров. Ну что ж. Последний вопрос. И аплодисменты тому, кто задал лучший вопрос. Спасибо. Спасибо.